Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы видите данное на экране, то вы на канале Казоку Фэммени. Сегодня мы поговорим о хайповом сериале, который был сделан по мотивам игры серии Fallout... Fallout... В общем, я хочу рассказать свои первые впечатления, потому что я недавно, буквально вчера, посмотрел этот сериал из восьми серий состоящих, и я хочу рассказать плюсы и минусы данного сериала, вот. Но на чём остановимся, сериал не идеален. Но как фансервисный сериал для фанатов, он очень, в принципе, заходит. В плане мне, что понравилась, так это музыка, которая идёт в джаз-блуз, которая играла в видеоигре, она тут присутствует. Во-вторых, мне понравились сделанные локации в данном сериале. Они тоже сделаны довольно атмосферно. Была локация похожая на Мегатону из Fallout 3. Вот. Мне ещё понравилось, как была сделана броня, как мы видим на экране Братства Стали. Довольно круто сделано, я вам скажу. Вот. Но, что ещё не понравилось мне, я скажу, это то, что было продемонстрировано мало оружия, которое было бы в игре. То есть, один пистолет, который сделан, видимо, не по игре, был присутствован. И, по-моему, всего лишь, по-моему, пушка Братства Стали, наподобие, по-моему, какого-то УЗИ-автомата. Ну, который единственный экземпляр, который был похож из игры Fallout 3. Я просто пытаюсь вспоминать. Вот. Что ещё мне не понравилось, так это, как бы вам сказать, героиня похожа на какую-то девчушку, которой полная дурочка. То есть, я не знаю, может, это просто так сделано, чтобы людей рассмешить. Но мне не нравится, когда в сериалах, в серьёзных, ну, то есть, Fallout серьёзный сериал, потому что это всё-таки постапокалипсис, ребятки. А где постапокалипсис, включать комедию в Fallout 3, New Vegas 4, комедии не было. Вот. Но, единственное, понравился из персонажей Гуль. Он довольно сделан классно, история персонажа сделана, драматичная, прошлая Гуля. Вот. Но что ещё не понравилось, что они втюкнули, тут опять звоночки ЛГБТ. То есть, давайте же кинем афроамериканца, персонажа. Нет, как герой, он прикольно интересен. Но, опять, как можно, ну, не кинуть чёрных в сериал. То есть, все вроде как белые, а он, единственное, отличается, что он вроде как чёрнокожий. Нет, там в убежище тоже, по-моему, были чёрнокожие. Ну, ладно, суть не в этом. Понравилась отсылка собаки, которая появилась в Fallout New Vegas. Это явная отсылка, они сделали собачку. Ну, возможно, из Fallout 4. Но я вам сразу скажу, что в Fallout 4 я не играл. Я играл только в Fallout 3 и New Vegas. То есть, я не играл ни в первый Fallout, ни в второй. Но я всё равно являюсь фанатом Fallout. Я знаю, в каких комбинезонах ходят из убежища. Тот самый синенький комбинезон. Ну, он был, видимо, в Fallout 4. Потому что в Fallout 3, по-моему, комбинезоны отличались. Ну, также Гуля Разумного сделали. Это, скорее всего, отсылка из Fallout New Vegas, когда у нас был напарник Гуль. Но это так, как являюсь фанатом, делаю какие-то ориентиры. Вот. Что ещё из локации было похоже? Скорее всего, там была заправка из Fallout 4. Так как я не играл в Fallout 4, там была заправка Red Rockets. По-моему, типа красная ракета. Я точно не знаю, но кто играл в Fallout 4, пожалуйста, напишите в комментариях. И не забывайте про лайки. И рассказывать друзьям, что мы делаем и обзоры к сериалам, к играм и так далее. Вы извините меня, что картинка сделана довольно маленькая. Потому что я не мог найти большую картинку из-за авторских прав. На удивление, да. То есть я не мог сделать большую обложку к сериалу. Потому что картинки начинают защищать авторским правом. Это кошмар просто. Что в высоком разрешении картинки сложно найти. Даже в Вине... Господи. Винете. Винете. Вот. Что еще, чтобы не пропустить сюжет? Ну, честно, он слабоват. Сам сюжет первого Fallout мне не зашел. То есть затронута была власть, политика, интриги. Почему начался ядерный апокалипсис. Довольно примитивно мы это узнаем. Почему и как. Ну, это я так думаю. По моим впечатлениям, сюжет первого сериала, он слабоват. Но... Я не хочу, чтобы они слили второй сезон. Но второй сезон они закончили очень явной жесткой отсылкой к Fallout New Vegas. Я не буду пытаться концовку прям раскрыть. Но когда вы увидите последнюю серию в конце, куда направляется главный злодей ко второму сезону, вы поймете, что это круто. Но... Если считать, что это первый сериал данного режиссера, то это довольно круто. Как сказать? Костюмы, локации, музыка. Кроме сюжета. То есть все остальное, атмосфера, она сохранена. Ее было интересно смотреть. И даже, может, это плюс то, что было 8 серий. И, скорее всего, во втором сезоне будет 8 серий. Но не скоро. Но, что я могу сказать? Если будут люди смотреть, которые не знают про серию Fallout, им будет более-менее интересно в плане сюжета обычный такой пост-акополитический драма-боевичок. Я бы даже не сказал, что боевик. Там мало боевых сцен. Скорее всего, в сериале много трэша. Много расчлененки не по теме. То есть, да, это смешно, но рейтинг сериалу, наверное, я бы поставил 18+, потому что есть сцены обнаженки и сцены отрывания бошек, ножек, ружек, глазок и так далее. Как бы это смешно ни звучало, но это отвратительно, потому что эти сцены прям... Не то, что демонстративно показываются, но местами неприятно смотреть, если за экраном вдруг семья будет смотреть, дети, это не очень приятно. Вот. В остальном плане, вроде бы, всё окей. Такой среднячок хороший, неплохой. Я советую посмотреть выдержанный сериал для фанатов серии игр Fallout. Вот. Но главная героиня меня взбесила, она меня бесит. Мне не нравится каст героини. Могли бы взять либо персонажа, либо покрасивее героиню. Ну, я не знаю, просто актриса, видимо, новая, мы её не во всех фильмах видели. Я даже не знаю эту актрису, но она сыграла полную дурочку. И вроде как из Братства Стали... Нет, Максимус из Братства Стали, он тоже местами тупил, вёл себя как придурок-идиот, и это немножко, как это сказать... Попортило впечатление, будто ты смотришь комедию по мотивам игры. Ну, это пипец. То есть, знаете, как типа пародия на сериал Fallout. Полупародия и полудействительно постакалиптическая драма. Ну, да ладно. В общем, что я хочу подытожить. Сериал для фанатов Fallout обязательно к просмотру. Посмотрите. Вы будете ждать второй сезон. Узнаете почему, из-за Fallout New Vegas. Вот. А, вот, что я забыл добавить. А, вот, кого вы показывали из игры Fallout. Показывали робота, который в воздухе висит. Отвечает нам, довольно приятная отсылка была к Fallout. Но не было кратокрысов не было, мутантов не было. Да, показали одно водное существо. Но оно не впечатлило. Обычная какая-то... Знаете, на тему Ведьмака 3-го, монстра из Ведьмака 3-го. Ну, думаю, ладно, окей. Это право режиссёров. Вот. Ну, то есть, понимаете, мутантов не было. То есть, по пустоши должны ходить мутанты. Летать какие-то насекомые. Те же кратокрысы. Их не было. Единственное, кого показали, это тараканов. То есть, мне кажется, не хватило бюджетов на компьютерную графику. Вот реально. Не хватило бюджета на компьютерную графику. Не хватало ни мутантов, ни гулей, которые бы там нападали и так далее. То есть, там гули пытаются очеловечить себя в этом сериале. Но не получается. Тех же рейдеров, бандитов тоже мало. Не очень много показали. И не ходят по пустоши, там тоже братство стали, которые пытаются там защищать интересы. То есть, видимо, ребят бюджета мало не хватило на, как это сказать, масштабность сериала. Именно масштабность. Он такой, знаете, маленький, полутуповатенький сериал. Но один раз посмотреть, ребята, и забыть. Вот честно, мое мнение про первый сезон лучше забыть и ждать второй сезон. То есть, он дал такие, знаете, впечатления, типа, ладно, прощаем на первый раз режиссера и фильмец, точнее сериал. Но вот ко второму сезону, если они масштабно не подготовятся, потому что Нью-Вегас это масштабная вселенная. Ну, вы сами понимаете, она больше, чем Fallout 3. Насчет Fallout 4 не знаю. Может, Fallout 4 тоже не такой здоровый. Я не играл, повторюсь. Поэтому, всем спасибо за внимание, что вы услышали мое мнение. Мое именно геймерское мнение. Я сказал, как мог. То есть, мои первые впечатления, которые остались от этого данного среднего сериала. Но он неплохой. Он не хуже, чем сериал... Ой, не... Ну да, можно даже сказать... Нет. Не хуже, чем фильм-пародия по Resident Evil, который выходил там, последний фильм. Там тоже пытались по игре все вместе впихнуть, но здесь они делают, потихонечку впихают лор-игры. Не так, как впихали лор-игры по Resident Evil. Вот. В общем, всем спасибо, что вы меня выслышали. Всем спасибо за внимание. Если что-то еще интересное я буду искать, находить и так далее, я обязательно выложу в YouTube, в Routube. А всем, в общем, спасибо за внимание, дорогие друзья. Всем до скорого. С вами был Казуков Фэмили. Не забывайте комментарии, приглашать друзей. И мы всегда играем игры, делаем обзор на игры, на сериалы. Мы фандомный канал. И мы рады, что есть зрители и новые подписчики. А всем удачи. Всем пока-пока.